МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1994 году из далёкой Новой Зеландии в Архангельский детский дом приехали Дженнис и Марк Гилберт. Бездетная пара пересекла полмира ради одной цели – стать родителями. Вот видеокамера фиксирует момент, как Дженнис впервые знакомится с пухлощеким Сашей Кузовским. А вот Дженнис уже берёт двухлетнего Сашу на руки, и мальчик, брошенный родной матерью, обретает любящую семью на другом конце света. Алекс так назвали Дженнис и Марк своего приёмного сына. В этом году ему исполнилось 23 года. Он работает оператором на новозеландском телевидении. И недавно он отправился из Новой Зеландии в Россию в поисках ответа на главный вопрос – почему родная мама сдала его в детский дом. Сегодня в студии программы «Пусть говорят» видеоотчёт Алекса Гилберда о поездке в Россию. Как ему удалось найти биологическую мать, и почему родной отец даже не знал о существовании сына на другом конце света. Ну что, Алекс Гилберт сегодня гость нашей студии со второго дубля. Так называется наша программа. Ну, раз ты оператор, и второй раз в России мы решили, что программа должна называться «Второй дубль». Ещё раз ты проходишь то, что, скажем так, пережил уже в 2013-м. Вообще, вот какие ощущения у тебя в этот раз, когда ты со второго дубля вступаешь на родную землю? В 2013-м я был очень... Я очень нервничал, я не знал, что ожидать. И столько было эмоций. Это было что-то типа полное изменение жизни. Когда я нашёл биологических родителей, семью свою, это было невероятно. Но ты волновался и в этот раз перед отъездом, потому что ты снимаешь всё, что с тобой происходит. И вот что было 20 часов назад. Внимание на экран. Алекс, как ты себя чувствуешь? Я хорошо, только немного нервничаю. Но готов ехать. Ты уже подготовил речь? Я долго думал, о чём мне нужно будет сказать. А я сейчас работаю над этим. Родители уже готовы. Уверен, что всё будет хорошо. А я буду следить за Мишкой. Встречай меня, Россия. И мы сейчас в Гонконге. Мы уже готовы вылететь в Москву. Немного устали, но всё хорошо. Увидимся в России. То есть ты летел с перестаткой через Гонконг. И всё это ради одной цели и в 2013 году, и в этот раз найти своих биологических родителей. Вот когда ты рос в приёмной семье, тебе сразу сказали, и ты сразу знал, что ты приёмный ребёнок? Ну, с того момента, когда я рос в моей семье, мои родители, они не скрывали моё усыновление. И они сказали, это было бы невероятно, если бы ты нашёл своих родителей, где ты родился. И поэтому я выяснил, где это было, и стал выяснять связи родственные. Я люблю свою семью, мою папу, маму. Они великолепные люди. Они воспитали меня и моего брата очень хорошо. Поэтому, когда я встретился и познакомился с моими биологическими родителями, это изменило всё. Ну, вот сейчас мы видим твою фотографию, фотографию твоей семьи. Но хочу сказать, что вот снимать всё, что происходит, это у вас такое, наверное, семейное. Потому что, когда много лет назад Марк и Дженнис Гилберт приехали в Архангельский детский дом, они тоже фиксировали всё на камеру. У нас есть эти кадры, когда они впервые видят тебя. 20 лет назад, внимание. 20 лет назад, внимание. Мне было полтора. Но ты ничего, конечно же, из этого не помнишь. Ты уже помнишь себя уже в... Нет, я не помню ничего вообще. Вообще ничего. Но нужно сказать, что не только ты приглянулся тогда новозеландской паре, да, что они взяли и тебя, и ещё одного мальчика. Да, мой брат Андрей. Да, он великолепный и чудесный брат. И мы хорошо ладим с ним. Он на три месяца моложе меня. Он живёт в другом городе. Он чудесный. И на самом деле, ну, из-за него наша семья очень классная. Мне он нравится. Но его биологические родители другие? Да, 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 другие. И он не хочет искать своих биологических родителей? Ну, у него не было этого интереса, чтобы найти биологических родителей. Да, он думал об этом. Но на самом деле, это не приходило ему в разум, насколько мне стоило бы их искать. Он и так счастлив. И, да, может быть, придёт такой день, когда он будет это делать. Но а почему всё-таки вот тебе важно найти, да, своих биологических родителей, а ему, который рос в тех же условиях, в той же семье, в той же другой культуре и в другом климате, ему комфортно, и он, может быть, не хочет разочароваться и увидеть то, что перевернёт его сознание? Ну, знаете, ты никогда не знаешь, что ты получишь, если ты приедешь в Россию. И у меня были те же ощущения два года назад, когда я приехал в Россию. И поэтому я не знаю, что с моим братом. Да, это будет что-то действительно позитивное или не настолько. Поэтому ты не знаешь, что ты будешь ожидать, когда встретишь своих биологических родителей. У меня всё получилось очень здорово, и у другого человека может быть абсолютно другой опыт. А что здорово, скажи, и, простите, я хочу просто подчеркнуть, у тебя, я видел, российский паспорт, да, и ты российский гражданин. Да, да, у меня есть русский паспорт. Да, я по-прежнему немножечко изучаю русский потихонечку. Я учусь потихонечку. Я уже могу читать алфавит. Хорошо, давай перенесёмся в 2013 год, когда ты всё-таки увидел свою маму, оказался в Ярославской области, в городе Рыбинске. И вот ты говоришь, что всё прошло прекрасно. Но судя по тому видео, которое я видел, мне показалось, что всё-таки прекрасного в этой встрече было мало. Ну, когда я встретил мою мамочку, мы все были в нервном состоянии, она и я, и мы вспоминали, мы прокручивали в голове, что ожидать вообще. Она чудесная дама. Когда я встретил её, да, это было немножко так неуклюже, немножечко напряжённое. Я увидел её жизнь. Это было интересно вообще, познакомиться с ней. Она мне показала Рыбинск, мы проехались по городу. И она больше и больше разговаривалась позже. И мы побыли там какое-то время. Потом уже уезжали очень скоро. Я был в таком эмоциональном напряжении, когда мы прощались. Она меня обняла, поцеловала. Но я настолько рад, что мы установили эту связь с Татьяной. Ну, вот мы видим фотографию твоей мамы в том возрасте, когда она тебя оставила. И давайте посмотрим те кадры, которые снял ты во время своей первой встречи с мамой. Внимание. Как дела-то, как жизнь? Как дела-то, как жизнь? Это очень легко, путешествие, 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 путешествие. Это очень легко. Это для тебя? Ну, это я потом сделаю. Хорошо. Хорошо. Я оставлю в каше и... Я понимаю твоего брата, который остался в Новой Зеландии, да? Потому что, ну, это внутренняя такая вот психологическая защита, знаешь, не видеть и не расстраиваться. Давайте честно. Как-то больших эмоций со стороны мамы я не увидел. Приехал ты, не приехал. Ну, знаешь, так можно отреагировать на любого человека, который приехал и пригласил тебя в ресторан. Ну, пригласили, посидели. Ну, да, это было подобное. Она объяснила тебе, почему она оставила тебя? Ну, она немножко поговорила об этом. Я думаю, что в то время это было тяжело для нее. И я полностью ее понимаю. Я абсолютно уважаю ее решение. Я бы не был бы там, где я сейчас, если бы не ее решение. Я даже не могу представить, какая была бы моя жизнь, если бы она меня оставила. Она была бы абсолютно другой. Ну, я не знаю, ее решение в то время, наверное, было очень сложное. Поэтому я не знаю, какова жизнь была тогда в России, но я не знаю, она просто избрала это. Но жизнь была тяжелая, действительно, в 92-м году, 3-м, 4-м. А скажи, что после? Вот вы встретились, вы общаетесь, вы созваниваетесь, вы переписываетесь? Да, конечно, да, мы переписываемся. Но опять-таки, она же моя биологическая мама. Поэтому я максимально стараюсь поддерживать с ней связь. Но мне сказали, что в последнее время как-то у вас не получается все созвониться. Какая-то связь прервалась в последние месяцы? Да, иногда очень тяжело дозвониться. Но когда она снимает трубку и начинает говорить, я настолько счастлив, что она отвечает. И я такой, Татьяна, как дела? Как жизнь? Как работа? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Я думаю о тебе. Новая Зеландия – это за полмира. И мы приедем тебе. Я приеду к тебе и посещу тебя. Надеюсь, еще как-нибудь. А кто переводит? Или у вас вот на уровне «Как дела? Хорошо?» Ну, по поводу переводов, да. Это моя подружка Маргарита. Она переводила нашу переписку и наша связь, наше установление контактов с моей биологической семьей. Поэтому с моей папой и мамой это все было очень, очень полезно. Я очень ценю ее помощь. То есть, несмотря на то, что ты живешь в Новой Зеландии, подружку ты себе нашел русскую. Я с ней познакомился через русскую группу «Русское сообщество». В Новой Зеландии очень много русских. И вот интересно, как мы познакомились через эту группу. Она говорит по-русски. Поэтому, конечно, очень полезно быть рядом с ней, когда она со мной, когда ты говоришь на другом языке. Это так тяжело. И, конечно, мне бы хотелось контактировать с папой, с мамой биологическими по максимуму. И когда она рядом со мной, это очень помогает. Алекс, но мне подсказывают, что мы должны сейчас сделать небольшую рекламу сразу после этого. Биологическая мама Алекса приехала на эту программу. Что скажет она ему со второго дубля? Какую историю поведает? Почему оставила его 23 года назад? Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Пусть говорят» второй дубль. Сегодня наш главный герой из Новой Зеландии. Возвращение трехлетний Алекс Гилберт в возрасте двух лет. Он был усыновлен бездетной парой из Новой Зеландии в 2013 году. Алекс решил найти свою биологическую маму и приехал в город Рыбинск. И вот как тогда состоялась эта встреча. Меня зовут Рыбинск. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Ну, это я потом одену. Окей, окей, I'll leave it in the box and I'll... Сегодня Алекс в этой студии во второй раз пытается понять, почему 23 года назад Татьяна отказалась от своего сына. Татьяна Гузовская сегодня приехала на эту программу. Алекс, ваша мама здесь. Встречайте его. Ой, привет. Как дела там? Хорошо. Хорошо, как дела? Привет. Как ты? Нормально. Садись сюда. Как дела там? Очень хорошо, спасибо. Очень хорошо, спасибо. Уже давно виделись. Ты выглядишь очень хорошо. Ты очень хорошо выглядишь. А как здоровье-то? Очень хорошо. Очень хорошо. Много путешествовал, много ехал сюда, летел, поэтому устал. Это встреча. Я очень долго тоже ждала. Я сам думал, когда же мы опять увидимся. Вот издалека прилетели. Так далеко живем. Спасибо тебе. Спасибо. Ну все. Тань, а подарок? Вот мы видели, как ваш сын дарит кулон, привез вам в первый раз из Новой Зеландии. Где он? А? Где кулон? У меня дома. А что вы так мешает? Таня, скажите, пожалуйста, как вы жили все эти годы? Как вы жили, скажите, все эти годы, зная, что у вас где-то есть сын? И вы никогда не поинтересовались за это все время, как он, жив ли? Что с ним вообще происходит? Я мать, но я себе на неделю уезжаю куда-то. Я же каждую минуту думаю о своих детях, о внуках, а вы? Татьяна, а вы сами в детском доме выросли, выпустились из детского дома. Ну это ответ на вопрос, потому что нарушаются все связи. А потом? А потом она уже себя наказала, не надо ее наказывать. Расстройство привязанности, понимаете? Здесь кто кого наказывает, пытается понять. Что такого произошло в вашей жизни? Всем было нелегко в 92-м, но не все пошли и отдали детей в детский дом. Я его не в детском доме оставляла, а в роддоме. В роддоме, хорошо. Почему вы оставили его в роддоме, а не забрали из роддома? Потому что денег не было, на что было бы жить? Где был папа? Не знаю. Я его больше с тех пор и не видала больше. Мишу-то я больше не видала. Почему? Не знаю. Татьяна, опишите свою жизнь тогда. Чем вы занимались? Зарабатывали ли вы? Где жили? Откуда вообще ребенок? Расскажите. Да, ну расскажите, пожалуйста. Так, вы жили в общежитии. Там же знакомитесь с Мишей. Нет, я его еще знала, когда он работал поваром в пионерлагере. Так. А я с ним уже познакомилась, когда он уже был разведен с Ларисой. Ну это с первой законной женой. Вот тогда мы уже с ним уже с самого в Архангельске познакомились. То есть это был роман, это не какая-то остановка на одну ночь, да? Нет, просто встречались и все. Ну он ухаживал как-то, встречались, наверное. Ну да. Хорошо, почему тогда вы не сообщили Михаилу, что вы ждете ребенка, что вы родили сына и все вот это решение, да, оставить его в роддоме, вы принимаете сама? Не знаю. Не хотела просто... Не хотела ему говорить? Или что? Да. Зачем? Хорошо. То есть вы одна, да? Дальше. Вот вы оставляете его и как складывается ваша жизнь тогда? Оставляете сына в роддоме и думаете, что вы сейчас должны встать на ноги, заработать, и тогда как бы вот все у вас будет хорошо. Дети еще есть? Нету. То есть... Вообще нету. То есть это ваш единственный сын? Так. Как ваша жизнь складывается? Сколько раз вы были замужем? Нисколько. То есть вы ни с одним человеком не смогли близкие отношения в жизни вообще наладить? Ни мужа, да, ни ребенка другого вы не родили, ни первого ребенка не смогли, да? Ну это, понимаете, последствия депривации, расстройства привязанности, когда не возникает контакта ни с одним человеком дальше. Давайте сейчас покажем вам, наверное, те моменты жизни вашего сына, которые вы пропустили, потому что приемные родители снимали все на камеру, и сейчас такой маленький фрагмент из жизни Саши. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... День юмора и смеха, да? Мне, знаете, мне, с одной стороны, больно наблюдать за тем, как все осуждают Татьяну, потому что я прекрасно понимаю, что главная эмоция, которую вы сейчас испытываете, это стыд и страх, потому что это очень страшно встретиться с таким своим прошлым. Поэтому мы и видим вот эту холодность, она не может обнять Сашу, она очень скована, да? Это страх, это стыд. Давайте покажем, как живет Алекс. Я думаю, что для мамы это тоже будет интересно, и она впервые увидит, где и как воспитывался ее сын. Продолжение следует... Привет! Меня зовут Алекс Гилберт, и добро пожаловать ко мне домой. Я покажу вам все, мой дом, мою жизнь, где я работаю. Давайте не будем откладывать, и пойдем посмотрим. Итак, я покажу вам дом. У нас тут смесь русских вещей и новозеландских. Я покажу все, в общем. У меня есть книга о русской кухне, и я очень люблю русскую еду. Борщ, котлеты и, конечно, блины. Я могу их есть постоянно. Книга о еде, это круто. У меня также есть почтовые открытки из Санкт-Петербурга. Они очень красивые. У моей семьи очень много русских кукол. Прекрасный подарок, если вы храните немного русской культуры у себя дома. Я думаю, они прекрасны. Это вещица, маленькая копилка. Я храню мелочь здесь, это круто. Здесь есть даже рубли. Это деньги из Санкт-Петербурга. Но как только вернусь в Россию, обязательно их потрачу. Вот фотография моей семьи. Мой отец, брат, мама. И, конечно же, я. Мы здесь еще совсем маленькие. Я думаю, это 98-й год. Сейчас я вам покажу семейные фотографии на стене. Ты просыпаешься утром, и они напоминают тебе, кто важный человек для тебя. Самые важные люди – это, конечно, семья. Тут очень много меня. То есть я тоже очень важный человек. Шучу. Сейчас я покажу вам мой диплом. В 2011 году Саша Алекс Гилберт – это мое полное имя. Сложная история. Я учился на оператора. Так, за год я получил этот диплом. Это было в Окленде в 2011 году. С тех пор я работаю на телевидении. Я верю, что все всегда становится на свои места. Мне всегда нравилась эта фраза. Это мой друг Мишка. Это мой друг Мишка. Я покажу вам немного Новой Зеландии. Возьму это упрятие с собой. Ну что, идем? Давай, давай, Мишка. Это озеро в парке. Здесь можно плавать с собаком. Это как собачий бассейн. Вот именно так. Держу пари, им здесь очень нравится. Здесь здорово. Итак, мы в Окленде. Это мой город. Это место, где я живу и здесь же работаю. Посмотрите, какой вид. Это вид на океан из Окленда. Смотровая площадка. Тут мы ходим купаться, рыбачить. Это остров Ренгитото. Очень красивый вид. Невероятно. Это Скай Тауэр. Скай Тауэр – самое большое здание в стране. В нем есть все – рестораны, кафе. Там можно делать все, что угодно. Вы даже можете спрыгнуть с нее. Это туристическое место. Если вы когда-нибудь захотите приехать в Окленд, приходите в Скай Тауэр. Он не похож на обычный небоскреб. Окленд – очень хорошее место. Мне нравится. Танюш, как вам место, где живет сын? Красиво. Не хотите в гости поехать? Что вы так? Не знаю даже. У сына написано «чудеса там, где в них верят». Вот вы как бы… Загадайте что-нибудь. Ну что, сейчас еще одна небольшая реклама. Далее в нашей программе «Новозеландская». «Мама Алекса». Она впервые встретится с Татьяной. Полшую рекламу. Вы подписываете. Вы смотрите «Пусть говорят» второй дубль темы, который сегодня в нашей студии 23-летний гость из Новой Зеландии – Алекс Гилберт. Он же Саша Гузовский в возрасте двух лет. Он был усыновлен бездетной парой из Новой Зеландии. В 2013 году Алекс решил найти свою биологическую маму. Тогда вы видите на своих экранах, он все снимает на свою видеокамеру. Он оператор. Эта встреча состоялась в городе Рыбинске, но мама тогда не объяснила ему, что произошло. Мало понятно и сегодня, почему Татьяна оставила тогда сына в роддоме. Татьяна, а вы встречались с новозеландской мамой Алекса? Нет. Но сегодня у вас есть этот шанс. Дженнис Гилберт прилетела вместе с Алексом из Новой Зеландии. Та самая Дженнис, которая воспитала вас в роддоме. Дженнис, но здесь вы уже говорили теплые слова в ваш адрес, что все восхищены, каких хороших детей вы воспитали. И все-таки главный вопрос, почему в 92-м году Россия, Архангельск, Андрей, Саша, как вообще вы оказались там? Я и мой муж, мы решили, что нам нужно расширить нашу семью, взять детей. И в Новой Зеландии не так много детей, сирот. И мы связались с организацией Intercountry Adoption в Новой Зеландии. Нашли через них пар, которые ездили в Россию. Непростой, конечно, был процесс. Но если мы были готовы, если мы решились, мы смогли его пройти. И в итоге мы с мужем решили сделать этот шаг. Мы встретили детей. И мы решили поехать в Россию. Для нас это был серьезный шаг. И за год до поездки вы увидели то видео, которое вам показали, про маленького Сашу Гузовского, который снимали как раз в детском доме с надеждой найти ему семью. Внимание! Саша, возьми крохотил это, Саша. Зайди. Посмотри сюда, Саша. Ой, какой хороший мальчик. А крохотил еще лучше, да? Иди, дядя, лови с ноги. Иди, иди. На, Саша. Иди скорее. Ох, какой венок. Пойди, дядя, дядя, дай. Иди, дядя сюда, дай. Дай, дядя. Дай ему скорее, дай. Скажи, на. Дядя, дай. На, на. Скажи, на. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, молодец. Ой, молодец. Ох, и Гена. Ох, и Гена, крокодил, хорошая игрушка. Ну, то есть, сейчас, спустя 23 года, вы уже, наверное, можете признаться, что вас подкупили эти щеки, которые невозможно не забрать в Новую Силандию. Дядя, ну, часто говоря, я как усыновитель тоже хочу. Можно спасибо сказать за то, что вы открыты настолько. Все это снимать, это нужно делать каждым приемным родителям, всем усыновителям. У нас не до конца в России понимают. Мы уже вот дочке, сейчас ей два, рассказываем сказки на ночь, откуда она взялась, как мы ее нашли. Это для ребенка очень важно. Чтобы ребенок знал о себе все, это просто дело великой важности. Поэтому спасибо на вашем примере. и я думаю, многие будут учиться. А как вы отнеслись к тому, что Алекс начал поиски биологических родителей? Вас это не тревожило? Нет, конечно, нет. Мы, в принципе, и хотели, чтобы он нашел своих родителей. С того момента, как мы усыновили детей, мы им с самого начала рассказывали, откуда они. И мы надеялись, что в один прекрасный день они найдут своих биологических родителей. Мы на самом деле не верили в то, что это может произойти. Но они попытались. В принципе, не осталось же никаких контактов у нас. Но Алекс всегда с малых лет, он был заинтересован в своих корнях, в то время как наш другой сын не особенно. Но Алекс всегда интересовался, и он, в общем, делал попытки, в итоге попытки уменьшались успехом. А что бы вы хотели бы сказать сегодня вот биологической маме вашего сына? Мне кажется, что она сегодня тоже каким-то образом нуждается в поддержке даже больше, чем Алекс. Спасибо ей за то, что у нас есть Алекс. Мне бы не хотелось быть на ее месте в том времени, в котором она была в 1994 году. Поэтому мы со своей стороны тоже рады поддержать ее. Нам очень повезло. Алекс, но в прошлый раз, когда ты был на встрече с мамой, она показала тебе место, где она работает? Нет. Нет. Но мы просто хотели покушать очень сильно. Мы хотели присесть, поговорить. Работа так-то далеко. Один из лучших ресторанов Рыбинска внимания на экран. Как хорошо слышно. Работу, посуду, уборка, все. У нас рабочий день начинается с уборки. Вот это мое рабочее место. Работаем мы, во-первых, до ночи, до 12, бывает и до 2, до 3, вот так, когда много народу вообще. Вот у нас начальник главный. Сергей Саргисов Рутюнович. Татьяна, знаю, лет 8 или 10, вроде так. Немножко она хулиганила, я порядок навел ее. Утром, вовремя, ходит на работу. Своя обязанность она испоминает, как положено. Пьет, не пьет, ну, выпивает, и мы все тоже выпиваем на празднике. Ну, чуть-чуть, да, хулиганила она, ну, все на место поставили. Правильно? Кать, а ты так, вот, вы такая расстроенная сегодня. Не могу, вот, как можно такого, да я вам больше, никакого оправдания нет. Есть. Есть. Подождите, всем было тяжело жить в то время. Сеньки Варимач, вот, низкий-низкий поклон, столько доброты, новозеландцы, они вообще очень сухие люди. Очень такие, знаете, ну, это вы были, я жила два года. Значит, знаете, и очень, вот, повезло Алексу, что он вот именно к этой женщине попал. Она столько ласки ему привела, такой добрый характер ему подарила. Вот, Таня, коль уж вас нашел, ну, будьте вы немножко поласковее, ну, обнимите его, исцелуйте вы его, всего. Не будьте вы такой сухарь. Ведь все же в детдоме, много живут людей, но все же ласковые какие-то. А вы ж шаракаетесь время. Простите, ну, кто из детского дома ласковый выходит? У меня приемные дети, я вижу, как это влияет на ребенка. Вы красавица. Мы видим два отличных друг от друга примера. Результат воспитания в детском доме. Она этот детский дом прошла, а Алекс, слава богу, нет. Она больна, депривация, рассеянное расстройство привязанности. Вот результат. Объясню, что это такое. Ребенок до трех лет нуждается в человеческом тепле, в тепле взрослого, а ее только кормили и водили на горшок. И все. В результате, всю жизнь она не может никому привязаться. Ни к мужчине, ни к детям, ни жизнь свою устроить. А на нее нападают. Ребят, жалеть надо. А вот в 2013 году вы встретились с мамой в Рыбинске и после встречи с мамой вы поехали встречаться с папой. Да, Миша. Столько было эмоций. Я не знал, что ожидать. Да, и буквально на следующее утро я уже был там. Он был настолько рад встретиться со мной, как и я. Да. Он ничего не знал о моем существовании. Но давайте посмотрим, как в 2013 году прошла встреча. Вы же тоже не видели, Таня, как сын встречался с отцом вашего ребенка. Внимание. Кабиет. Хелло. Хелло. Как по-вески вы получаете, говорите? Нет. Нет. My Russian is very bad. I don't know anything. I'm trying to learn still. Да, да, да. Вот он. Yes. It's you. Я? You look a little bit like me when I was... You look a little bit like me. When I was... You look a little bit like me. You look a little bit like me. You look a little bit like me. That is really cool. Driver? Yeah, driver. Bus driver. Trolleybus. 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 С... 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 Родители. О... Вау. Это значит, мэк? О, мэк. Мэк. Мэк, мэк. Мэк. Реклама отделяет Татьяну от встречи с отцом ее ребенка. Она не сообщила ему, что родила Алекса. Что скажет Михаил ей сегодня, спустя 23 года. Через несколько минут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад. Большое спасибо вам. Я благодарен вам. Я просто по жизни благодарен за то, что вы сделали. Спасибо. Я очень благодарен. Спасибо. Миша, для меня шокирующая эта история, что вы даже не знали, что у вас есть сын все эти годы. Правильно? Да, но это был 91 год. Мы с Татьяной дружили. Молодые были, мне 23 и 20. Наверное, что-то планировали. Наверное, любили друга. Потом время прошло. И как-то мы, может, поссорились, может, поругались. Разошлись. Ну и связь порвалась, прервалась. И как все это? Потом, значит, в 2013 году, в апреле месяце, через соцсети, пишет молодой человек, я ваш сын. Ну, для меня это, конечно, был шок. Вот все-таки апрель месяц, я думал... И тоже по-русски писал. Нет, там сложности были переводы, потому что... Вы думали, что это шутка, правда? Да. И потом мы списались с ним, стали так общаться, разговаривать. И в Рыбинске, где жила Татьяна, там есть человек еще один, Элеонора, которая Таню нашла. Я не знал вообще, что где она находится. Потому что у вас другая семья, дети вообще, все другая жизнь. И я ей позвонил, но мы с ней пообщались. Я просто один вопрос задал ей, почему она так сделала. И она мне ответила на него, что я не хотел о тебе говорить. А вот если бы вы тогда узнали, что у вас есть сын? Если бы я знал, я бы ребенка в детдоме не оставил. Я отвечаю полностью. Потому что у меня мама в детдоме выросла, и я не понаслышке знаю, что это такое. Мы все нормальные люди, но меня сердце щемит, не переставая. Одна вот шикарная чудная мать, одна наша несчастная, бедная, обиженная. Но всех мирит этот русский парень, о котором соединились все гены. Вы же не видели, где работает Алекс? Вы только знаете, что он работает оператором, да? Я думаю, что вам, как папе, будет интересно посмотреть, что он тоже унаследовал любовь к технике от вас. Внимание! Если бы все службы сработали... Привет, Россия! Здесь я работаю. Это Choice TV. Я вам сейчас все покажу. Идите за мной. В это время мы обычно начинаем работать. Это офис руководства. Это аппаратная. Сейчас я покажу вам, где происходят все важные вещи. Идите сюда. Итак, здесь сидят все продюсеры. Здесь все и придумывается. Именно здесь мы работаем. Сейчас здесь совсем тихо. Я сижу вон там. Тут немного беспорядок, но это нормально. Вот это моя работа. Миш, но вы же не знакомы с папой Алекса, который его воспитал, да? Ну, только так, по телефону или... Да, мы по скайпу... У нас связь, скажем так, налажена. Но лично никогда не встречали? Нет, я им очень... Ну, я скажу так, что я им очень признателен, я им это высказывал. Я низкий поклон им за то, что они воспитали такого замечательного сына. Вот я им очень... Но вы сегодня можете лично сказать Марку спасибо, потому что он тоже прилетел на эту программу. И сегодня он здесь, в этой студии. Марк Гилберт, который стал для русского мальчика Саши старым отцом. Спасибо вам большое. Я очень благодарен вам. Очень, очень. Я просто ждал встречи с вами, не знаю, все это время. Потому что для меня вы просто... Я не знаю даже, как назвать это. Я очень... Спасибо вам большое. Спасибо вам, вашей жене. Очень. Это привилегия и честь познакомиться с вами. Стасочная история у нас сегодня, замечательная. Марк, я знаю, что вы очень часто мыслями возвращаетесь в тот день в Архангельс, когда вы приехали в детский дом. Вот вы помните вот эти ощущения, когда вы увидели Сашу не на видеооткрытке, да, которые вам показывали, а вживую? Да, конечно, конечно, я помню. Мы увидели этого маленького мальчика с улыбкой, и Дженнис назвала его принцем. Тут же, сразу же. Слишком много улыбался, да? Да, такие вот щечки с ямочками, веселые. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тебе ДНК делать не надо. Алекс, копия Михаила. Вот копия. Так что ты свободен, Андрей. А скажи мне, а в русскую армию ты не хочешь пойти? У тебя русский паспорт, ты же можешь служить. Ну, знаете, я немножечко нервничал по поводу приезда в Россию оба раза. Ну, и когда я проходил паспорт и контроль с русским паспортом, они говорят, так, ты, давай, давай, сюда, давай, в армию. И мне придется позвонить моим родителям, сказать, извини, мне не будет 12 месяцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Но все хорошо прошло. Гражданство имеешь или только российское? У тебя двойное гражданство? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хочу сказать, что Артем Кавков, твой старший брат, который служил в армии, сегодня здесь, приехал на встречу. Вы видели нас по скайпу, но ни разу не встречались лично. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, и вот вы чем-то похожи, как ты думаешь? Я думаю, что да. Ну, покажите нам фотографию, где ты в армии, чтобы Алекс представлял, как он может выглядеть в военной форме. Вот так. Скажи мне, но... Нормальный солдат? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Расскажи нам про это. Да. Я назвал эту страницу, что я приемный сын, и это помогает людям по всему миру по поводу приемных детей, помогает родителям, и это сообщество очень сильно растет. И люди могут найти своих родственников через эту страничку, и это невероятно. Ну, давайте покажем Марину Феррис из США, которой ты уже помог. Внимание на экран. Привет, меня зовут Марина Феррис. Меня удочерили в Воронежском детском доме в 1999 году. И впервые я пообщалась со своими русскими родственниками три недели назад. Это произошло благодаря странице Алекса «Я усыновлен». Вы знаете, это удивительно, что уже через четыре дня после моего обращения мне рассказали историю моей биологической мамы. И даже прислали ее фотографию. К сожалению, мамы уже не стало. Теперь у меня есть родственники в Воронеже, и я надеюсь, что скоро приеду к ним в гости. Так много людей предложили свою помощь. Алекс создал очень крутое сообщество. Это потрясающе. Я очень ценю то, что ты делаешь. Спасибо тебе, Алекс. Ну что, мы желаем удачи в твоем начинании. Видишь, второй дубль, мне кажется, получился у тебя не хуже, чем первый. И надеюсь, что еще больше людей со всего мира найдет своих родителей благодаря тебе. На сегодня все. Береги себя и своих близких. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ